Лучшей закуски к мясу не существует. Я на ее приготовление трачу 2-3 минуты, ну иногда 5, от рецепта зависит. Причем и рыбка без этой закуски не та, и салат не такой вкусный. А с ней даже обычная каша, как полноценное блюдо. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Маринованный лук. Рецептов огромное количество. Я покажу свои любимые. Их у меня 9. Ну или чуть больше. Для первого рецепта тоненько нарезаю лук. Вернее, муж нарезает. Можно использовать любую подходящую терку. Вот такие тонкие колечки получаются. Для маринада в глубокой тарелочке соединяю неполную столовую ложку соли, столовую ложку сахара, 3 столовые ложки столового 9% уксуса и вливаю стакан воды. Выкладываю нарезанный лук в стеклянную или керамическую емкость. Можно взять обычную банку. Здесь у меня одна большая луковица. Добавляю нарезанный свежий укроп. Тут по вкусу. И вливаю весь маринад. Встряхиваю и убираю в холодильник хотя бы на 3 часа. Ну, такой лук и через 15 минут уже хорош. Невероятно вкусно с селедочкой. Вот так сверху выкладываю, поливаю ароматным маслом. Тут и добавить нечего. Но, конечно, чаще с шашлычком такой лук едим. Если собираемся на природу, обязательно готовлю. И в шашлычных, кстати, у нас почти во всех, именно такой лучок в качестве закуски и подают. Я его так и называю, как в шашлычной. Храниться может такой лук и неделю, и две, может даже больше. Остается таким же хрустящим и вкусным. Для следующего рецепта вместо уксуса возьму лимон. Снимаю с лимона цедру и отжимаю сок. Для маринада беру чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, лимонный сок. У меня получилось примерно 80 мл. И полстакана теплой воды. Готово. Здесь я также, как и в первом рецепте, тонко нарезала лук на специальной терке. Выкладываю в подходящую емкость, у меня стеклянная. Добавляю натертую цедру лимона, 3 гвоздички, немного черного перца и заливаю подготовленным маринадом. Можно для аромата добавить еще сушеный базилик. Будет только вкуснее. Оставляю промариноваться на 8-10 часов. Лучок получается хрустящий, кисло-сладенький и очень ароматный. Подаю такой лук также и к мясу, и к рыбе. И салаты с ним готовлю. Снизу зелень, огурцы, помидоры, немного авокадо и вкуснейший маринованный лучок. Красиво же! А следующий рецепт это уже как полноценный салат. Тут даже добавлять ничего не нужно. Получается настолько вкусно, что можно даже ложками есть. Но обязательно с мясом. Да, и с колбасками мясными мы очень любим. И даже просто с хлебом вкусно. Правда вкусно. С мясом вкуснее. Лук для этого рецепта лучше брать красный. С ним вкуснее. Он не такой злой. Нарезаю его перьями. Вот так. Ну, конечно, можно нарезать, как нравится. В небольшой тарелочке соединяю чайную ложку хлопья паприки, 3 столовые ложки яблочного уксуса и чайную ложечку мёда. Перемешиваю. Вместо паприки можно взять любые любимые специи. Или просто её исключить. Нарезанный лук перекладываю в миску. Лука, кстати, у меня 450 граммов. Уже в чистом виде. Добавляю к луку маринад. Перемешиваю. И оставляю так минут на 5. В ступку отправляю пол чайной ложки семян горчицы, чайную ложку кориандра горошком и 20-25 горошин чёрного перца. Измельчаю. Можно взять уже молотые специи. Но ароматнее именно так. В сковороде нагреваю растительное масло 5-6 столовых ложек. Обжариваю 2-3 зубчика чеснока. Предварительно чеснок нарезаю на пластиночки. Затем чеснок убираю. Лук уже немного промариновался. Добавляю чайную ложку соли, измельченные в ступке специи и прямо на специи выливаю ещё горячее масло. Перемешиваю. Перекладываю в подходящую ёмкость. Накрываю крышкой и убираю в холодильник хотя бы на 3-4 часа, а лучше на ночь. Когда салатик хорошо настоится, он станет только вкуснее. Ну и можно подавать. Вот так. Лучок на тарелочку и кусочки мяса. Или можно вот так. Приготовленный на гриле колбаски и рядом хрустящий салат из лука. Ну или так. С шашлычком. Как же это вкусно. Попробуйте. С любым мясом. Вещь. Подтверждаю. Ну тебе это можно доверять. Общепитовский лук. Рецепт из сборника рецептур. Я когда в первый раз попробовала такой лук, поняла, почему все салаты и закуски в столовых такие вкусные. Он совершенно не острый, хрустящий, кисло-сладенький и ароматный к тому же. Я его добавляю везде. Кроме того, что к мясу его подаю. И в винегрет, и в овощные салаты, и в оливье, и селедку под шубой с ним готовлю. А какая с таким луком жареная картошечка получается. Сейчас покажу. Картофель чищу, мою. А очистки, как обычно, в раковину. Я уже не представляю, как я обходилась раньше без измельчителя отходов. Он у меня уже 4 года. Очень привыкла. Никакие пищевые отходы я в мусорное ведро не выбрасываю. Овощи чищу сразу в раковину и не боюсь, что она забьется. А главное, никаких неприятных запахов из мусорного ведра. Очень удобно. Сейчас готовлю у сына. Он тоже установил себе измельчитель отходов и, не раздумывая, выбрал именно борт. Надежный, проверено. Мощный и при этом очень тихо работает. Автоматически отключается. А еще он с беспроводным управлением, что тоже очень удобно. Кнопку можно разместить в любом удобном месте. Ссылочку оставлю, как всегда, в описании под видео. Если выбираете измельчитель отходов, рекомендую именно борт. Кстати, гарантия от производителя 5 лет. Картофель я уже нарезала, хорошо промыла в холодной воде, потом залила кипятком на пару минут и просушила бумажными полотенцами. Три принципа идеальной жареной картошки. Помните? Я уже о них рассказывала. Ссылочка будет под видео в описании. Кстати, чтобы открыть описание, просто нажмите еще вот здесь под видео. Обжариваю картофель до легкой румяной корочки и добавляю маринованный общепитовский, как я его называю, лук. Все. Солю по вкусу, довожу до готовности и наслаждаемся. Вкуснятина! Так, а рецепт лука где? А, ну да, рецепт. Сразу измельчу в ступке 5 горошин черного перца и 1 гвоздичку. Очень рекомендую рецепт не менять. Лук нарезаю четверть кольцами. Тоненько. Сковороду ставлю на средний огонь. Вливаю 25 г растительного масла, 50 г 3% уксуса, лавровый листочек сюда же, чуть-чуть, 8 г соли, 10 г сахара и измельченные в ступке специи. Выкладываю нарезанный лук и нагреваю его до 70-80 градусов. Сильный огонь включать не стоит. Нужно, чтобы лучок прогревался постепенно. Минут через 5 примерно уже заметно, что лук хорошо прогрелся. Уже пар видно даже. Теперь лук нужно быстренько остудить. Я взяла 2 миски. Сюда воду со льдом, сверху миска, в которую выкладываю лук со сковороды. Пару минут и готово. Хрустит. Теперь в подходящую емкость и в холодильник. Лук сразу готов к употреблению. Я его, кстати, и в бутерброды добавляю. Здесь у меня хот-дог в лаваше. Часто в дорогу такие готовлю. Кстати, запаха от такого лука нет. Проверено. А вот еще один рецепт маринованного лука, который можно даже просто с кашей подавать. Особенно с рисом вкусно. Маринованный лук по-индийски. Лук нарезаю перьями. 3-4 штучки среднего размера. Я сегодня взяла два вида лука, но тут не важно. С любым будет вкусно. Перекладываю нарезанный лук в миску. Для маринада беру неполную чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, 2 чайные ложки приправы гарам масала. Именно ее, другая приправа здесь не подойдет. И 4 столовые ложки яблочного уксуса. И еще сюда же столовая ложка любого растительного масла. Заливаю подготовленный лук этим маринадом, перемешиваю и даю настояться в холодильнике часиков 6. Это очень вкусно. Чаще всего подаю с курицей. Даже дети любят такой лучок. Это настолько необычно и совсем не похоже на привычный нам маринованный лук. Правда, ну очень вкусный. Даже просто вот так с рисом. И мяса никакого не нужно. А вот лук, приготовленный по следующему рецепту, лучше подавать именно к мясу. Можно даже вместо соуса к шашлыку. Лук точно так же перьями. Ну, можно и мельче нарезать. Я обычно беру красный лук. С ним вкуснее получается. Здесь у меня три луковицы. Выкладываю в миску и добавляю кетчуп. Любой, какой вам нравится. У меня здесь три столовые ложки кетчупа с чесноком и другими специями. И примерно чайная ложка острого соуса чили. Сюда же зелень обязательно. Мы любим кинзу, я добавляю именно ее. Сюда же еще немного черного перца и чайную ложку девятипроцентного уксуса. Можно досолить по вкусу. Тут, конечно, нужно пробовать. Если кетчуп без чеснока, можно еще добавить сюда и зубчик чеснока через пресс. Будет только вкуснее. Попробуйте такую закуску. Многим нравится. И готов такой лук уже через полчаса. С любым мясом вкусно. Еще один необычный рецепт. Это если закуска к мясу нужно срочно. Большую луковицу нарезаю полукольцами и солю. Я взяла соль огонек. Ссылочка будет под видео. Теперь добавляю две чайные ложки бальзамического уксуса и чайную ложечку соуса терияки. Перемешиваю и немного разминаю руками. Все. Даю настояться минут 15 и можно подавать. В первую очередь, конечно, к мясу. луком. и в салате вкусно. Добавляю вместо обычного лука. Намного интереснее вкус. Попробуйте. Мне почему-то кажется, что многим такой лук понравится. Мой муж любит фунчозу с таким луком. Здесь важно. Лук нужен не слишком острый. Если попадается злой, заливаю его кипятком секунд на 20 и сразу же промываю холодной водой. Это идеальная закуска. А вот еще рецептик. Готовлю заранее и храню в холодильнике. Примерно 500 граммов лука, здесь я тоже красный лук использую, очищаю и нарезаю полукольцами. Складываю в баночку плотненько и готовлю маринад. 270 миллилитров белого винного уксуса, 140 граммов сахара, и половинку чайной ложки соли. Я раньше даже без соли готовила, но с ней вкуснее. Перемешиваю, довожу до кипения и сразу заливаю лук. Жду, пока остынет, накрываю крышкой и убираю в холодильник. Через сутки лук готов. Храню в холодильнике и месяц, и два, и даже дольше. Лучок получается хрустящий, ароматный, с кисло-сладким вкусом. Салат из таким луком намного вкуснее, чем со свежим. И он всегда есть под рукой. А если вдруг закончился, не вовремя, или если срочно мне понадобился маринованный лук, можно приготовить его самым простым способом. Нарезаю сколько нужно, добавляю щепотку соли, неполную чайную ложку сахара, столовую ложку уксуса и немного воды. Перемешиваю и оставляю минут на 10-15. Сливаю жидкость и в салат. А если лук попадается слишком злой, использую способ с солью. Нарезаю лук, неважно как, выкладываю в миску и засыпаю солью. Соли побольше. Можно еще немного. Сюда же сахар. Перемешиваю и оставляю так минут на 10-15. Осталось промыть холодной водой хорошенько и все. Хоть в салат, хоть к шашлычку. И еще один рецепт, тоже интересный. Возможно, это именно ваш рецепт. Кстати, если вы еще не со мной в телеграм, присоединяйтесь. Там я с вами каждый день. Там я публикую все самое актуальное и самое интересное. Там мы вместе пробуем новые рецепты и делимся результатами в нашем уютном чатике. Отсканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке под этим видео и присоединяйтесь. Ну что, еще один рецепт. Это уже какой сегодня? Девятый? Одиннадцатый уже. Остановись. Ну хорошо, еще этот и все. Лук я нарезала очень тонкими колечками. Для маринада беру свою любимую укропную пыль. Это измельченный сухой укроп с солью. Чайной ложки достаточно. Сюда же хлопья паприки чайная ложка. Три столовые ложки яблочного уксуса и чайная ложечка меда. Перемешиваю и выкладываю к луку. Сюда же стакан воды. И все. Через сутки лук будет готов. Можно ужинать. Мясо, картошечка и вкусный лучок. Такая мелочь, а как дополняет любое блюдо. Пишите свои рецепты маринованного лука в комментариях и поставьте лайк этому видео, если хотя бы один из рецептов вам понравился. Жду вас в следующее воскресенье, ведь впереди еще много всего интересного.